И снова здравствуйте, мои юные любители физики! Сегодня мы продолжаем выродить просторы Вселенной И поговорим сегодня о кинематике твердого тела Слово кинематика, без каких-то еще дополнительных слов вам должно быть уже знакомо Как вы помните, это описание движения материальной точки Там использовалась такая модель материальная точка И мы всячески описывали, что там может происходить Движение по прямой, по кривой, с ускорением, с постоянной скоростью, по кругу как-нибудь еще Теперь кинематика твердого тела Что это такое? Наверное, прежде всего стоит прояснить, что такое твердое тело Да, сразу оговорюсь, движение у нас будет так называемое плоское Ну, почти всегда, или так или иначе мы будем переходить к плоскому движению То есть все будет происходить в некоторой плоскости Я это так схематично запишу Что вот где-то в пространстве висит плоскость Вот, и мы в ней находимся У нас все движение в ней И вот есть некоторый объект Ну и вот задачи, которые могут здесь возникать Часто предполагают то, что этот объект уже нельзя рассматривать как некоторую точку Он сам движется очень по-разному И нам очень важно, как именно он двигается Нам интересны отдельные скорости каких-то его отдельных точек И поэтому считать его материальной точкой как целиком уже нельзя Вот, так что же такое твердое тело? Это не все тела, которые имеют какую-то неправильную форму Которую нельзя воспринимать материальными точками Есть некоторые ограничения, вполне конкретное определение Звучит оно следующим образом Что любая точка относительно любой другой точки сохраняет свое расстояние То есть если взять, выхватить вот некоторую пару точек Здесь есть некоторое расстояние R1 То оно в процессе движения, всегда в принципе В процессе движения и без движения оно всегда должно оставаться постоянным Вот, причем одной пары очевидно недостаточно То есть вот эти две точки тоже сохраняют какое-то свое расстояние R2 относительно друг друга Вот эти точки тоже, вот все-все-все точки относительно всех других То есть вот, например, кусок воды нельзя считать твердым телом Потому что все его части движутся относительно друг друга Вода может менять форму Ну вот как-то, в общем, она изменяется Поэтому расстояние между соседними точками или какими-то любыми другими точками не сохраняется Вот Итак, что можно сказать дальше? Какой тут интересный центральный тезис есть? Он чем-то похож на закон сложения скоростей Галилея Еще раз изображу тело некоторое, которое мы хотим описывать Как я уже упомянул, да, задачи стоят следующие обычно Определить скорости конкретных точек этого тела в процессе движения По известным некоторым общим характеристикам Сейчас я скажу, что это за характеристики Вот, или же наоборот Известные скорости каких-то отдельных точек То есть так называемые обратные задачи И нам хочется найти вот что-то общее относительно движения этого тела Или найти, например, движение других каких-то точек Или как-то связать их между собой Вот, итак, что тут можно сделать? Можно рассмотреть некоторую выделенную одну точку этого тела И сказать, вот пусть тело движется Вот как эта точка, да, целиком И помимо этого всего относительно этой точки вращается То есть есть некоторая траектория, связанная с движением вот этой конкретной точки И есть дополнительно вращение тела относительно вот этой самой точки Вот, то есть есть тут два пункта Два пункта Движение некоторой точки И вращение вокруг этой точки Ну я так условно пишу Чтобы было понятно примерно Какая-то точка может быть, которую мы выбираем в качестве вот этой вот самой центральной, скажем так, точки Очень часто, но это следует уже из динамики Нас этот вопрос сейчас не очень сильно касается Часто выбирают точку центр масс Почему это так? Потому что, как вы помните наверняка, или уже знаете, или вам еще предстоит это узнать Если, например, сумма сил действующих на тело равна нулю, равнодействующая нулевая То центр масс движется прямолинейно равномерно Это очень удобно То есть существует некоторая точка тела Которая движется будет всегда прямолинейно равномерно Это очень удобно Вот, то есть есть некоторое одно движение довольно простое по прямой И остается всего лишь вращение вокруг этой самой точки Вот Хотя, в принципе, конечно, использовать в качестве вот этой центральной точки По которой мы считаем траекторию вот тела в целом Можно любую точку Вот, но сейчас мы на этом вопросе конкретно останавливаться не будем В связи с этим всем следует рассмотреть некоторую популярную конструкцию Я бы даже ее задачей не назвал Хотя помнится мне очень давно, когда еще учился в школе Проходил какой-то отбор, не помню даже уже куда И там было что-то вот из этой задачи И я там налажал Вот, с тех пор я очень хорошо помню, что здесь происходит Вот, и вам советую запоминать Потому что вещь очень важная Итак, есть колесо, да, математический круг Который катится по некоторой поверхности Катится по некоторой поверхности Со скоростью v Ну, вот скорость его центра Да, скорость v Вопрос, каковы скорости относительно земли Относительно земли, тут все у нас относительно земли То есть скорость центра относительно земли И скорость искомых точек относительно земли Вот некоторые точки А И точки В – касание колеса с дорогой Вот каковы скорости этих точек Давайте подумаем Я уже сказал, что такое сложное движение Движение твердого тела Описывается двумя характеристиками Движением некоторой точки одной То есть тело как будто бы как целого, условно говоря И вращением относительно этой самой точки Логично воспринимать в качестве первого Центр колеса Ну а второе это будет вращение Относительно этого самого центра Давайте смотреть Сперва некоторый вывод, который иногда Ну не тривиален Но его довольно легко усмотреть на самом деле Если подумать Скорость центра и расстояние Которое проходит колесо Они связаны, связаны тождественно, скажем так То есть если колесо прокатывается Ну я вот как-нибудь так это нарисую То есть вот оно Вот этой частью дуги ложится на поверхность Вот проходя некоторое расстояние Дельта С Вот, то когда оно встанет вот на эту точку Будет находиться вот здесь Ой, не очень ровный круг, ну извините Вот, когда он начнет находиться вот на этой самой точке Пройдя вот эту самую дугу То центр будет находиться над ней Всего в целом колесо сдвинется на дугу дельта С А раз центр всегда находится над точкой касания То и центр относительно дороги сдвинется на дельта С Вот, то есть скорость как бы вращения колеса И скорость движения центра, они связаны Они связаны Вот, но очень важно понимать, про какие скорости идет речь То есть как бы эта скорость Дуги, которую мы проходим Это не фактическая скорость точки на ободе колеса Вот, то есть если перейти, допустим, в систему отсчета Связанную с центром колеса То там колесо, если будет вращаться То там вот эти точки уже можно связать Объясню, о чем я говорю То есть, допустим, вот здесь вот мы уже сидим в системе отчета, связанной с колесом И смотрим на некоторую точку обода Она движется со скоростью v Вот, если мы вернемся обратно к катящемуся колесу То есть мы уже не в системе отчета, связанной с центром колеса Да, то центр колеса тоже будет двигаться со скоростью v И это та же самая скорость v Вот Подробно объясняю этот тезис, потому что иногда он Трудности какие-то вызывает Итак, теперь мы поняли, с какой скоростью движется центр И с какой скоростью движутся точки в системе отчета этого самого центра Это все, что нам нужно, чтобы использовать вот эти вот два пункта И описать движение всех точек на ободе колеса, по крайней мере Но нам нужны вот эти две конкретные Итак, вспоминаем закон сложения скоростей Галилея Чему равна скорость вот этой вот точки? Обозначим ее vA vA равно векторно, естественно Во-первых, движение колеса целиком То есть вот эта вот система отчета Система отчета колесо Мы выяснили, что она со скоростью v движется Со скоростью центра Но внутри этой самой системы отчета колесо еще и вращается Вот здесь вот То есть колесо как целое не двигается, но оно все равно вращается И из-за этого вот у этой точки все равно есть скорость v Ну, я бы обозначил v1 Но, естественно, имею в виду, что модуль v1 равно v Равно v Плюс v1 То есть это вектор такой же длинный, направлен в другую сторону Хотя нет, в данном случае не в другую, он направлен туда же То есть вот это вот одно v И есть еще v1 Как вы видите, относительно земли скорость верхней точки получилась в два раза больше Чем скорость центра Это такой примечательный факт Который мы немножко с другой стороны обсудим далее Посчитаем скорость точки b Здесь очень похоже Только вот когда мы будем смотреть скорость в системе отчета, связанной с колесом То увидим, что скорость точки направлена в обратную сторону Относительно вектора v, который у нас обозначает скорость центра Итого вообще-то получается v минус v равно 0 Равно 0 Вот такой вот интересный результат получился Его можно рассматривать с разных сторон Сейчас я упомяну только одно Не самое интересное Это то, что Помните, есть такой физический жаргон в задачах Когда говорят, что колесо движется без проскальзывания Что имеется в виду? Это как раз таки и означает, что скорость касания Ой, скорость точки касания колеса с дорогой Мгновенная Она равна нулю Эта точка неподвижна Потому что если бы она была подвижна относительно дороги То есть относительно земли Колесо бы скользило То есть пробуксовка Когда происходит пробуксовка Вот там действительно вот эта нижняя точка имеет ненулевую скорость Относительно земли, но и относительно дороги Вот, если же колесо движется без проскальзывания Тогда эта точка нулевая У нее нулевая скорость Хорошо Но чудеса только начинаются Давайте посмотрим, например, на какую-нибудь вот эту точку Сбоку Ну, я уже не буду так подробно расписывать В общем, в системе отчета, связанной с колесом Скорость вот такая Но сама система отчета То есть колесо Движется вот так вот еще Итого векторно складываем Получаем что-то вот такое Что-то вот такое Как видите, скорость точки на ободе колеса Направлена куда-то внутрь колеса Нормально ли это? Мы вроде привыкли, что скорости На краю круга Они направлены по касательной К этой самой окружности Но здесь это не так Здесь это не так Связано это с тем, что Как раз таки есть сложение движений То есть вот если эту точку Вот так ткнуть в нее маркером На реальном колесе И следить за тем, как она движется Она не движется по окружности Она движется по некоторой Сложной траектории Которая называется циклоидой Она на окружность не похожа совсем И связано это с тем Как раз таки, что движения складываются То есть что есть не только скорость По кругу Есть еще и скорость движения самого круга Вот, это довольно интересно Выглядит это примерно как-то так Я вот так просто схематично Нарисую здесь рядом Циклоиды выглядят как-то вот так Вот тут вот не очень хорошо Почему я здесь решил исправить? Потому что вообще-то касательное Вот в этом месте Как вы догадываетесь Это место самого касания с землей Да, то есть вот когда здесь находится точка Которую мы На которую мы смотрим Колесо стоит ровно вот так вот Вот В месте касания Этой точки Об дорогу Касательное вот к этому графику Графику траектории Она направлена ровно вертикально вверх Вот, что, кстати, опять-таки Говорит нам о том Что скорости вдоль вот этой вот оси Вдоль которой движется колесо Ее нет Вот, есть скорость направленная вверх Вот, но скорости Скорости вправо-влево нету Ну, кстати, насчет вверх тоже надо подумать Это все график траектории Вот В общем, вот как-то так Причем, как вы понимаете Колесо, оно здесь не умещается целиком Вот, то есть колесо как-то вот Вот здесь вот Вот так вот И вот его опоясывают Вот это вот самое циклоиды Вот, то есть вот такая вот Интересная траектория Вы можете буквально, если у вас Есть возможность провести Какой-то похожий эксперимент Отметить эту точку Не знаю, там заснять на камеру Вот это движение Оно действительно выглядит вот так Вот То есть это не круг Вот, все очень сложно здесь Если не привыкать Вот, а привыкать надо Я уже не раз говорил Особенно в динамике Что здесь бытовые представления Они неприменимы Они бывают полезны С той целью, чтобы что-нибудь проверить Задать себе самому какой-то вопрос Чтобы борясь с этими самыми бытовыми представлениями Выйти на какую-то правду Вот, но использовать их в качестве Продвижения внутри задачи Это плохая идея Итак, рассмотрим уже конкретную задачу Она у вас будет очень большая И там мы вытащим из себя еще один интересный тезис Связанный с движением круга Приступим Колесо радиуса R Катится без скольжения По горизонтальной дороге Со скоростью V Найдите горизонтальную Vx И вертикальную Vy Проекции вектора скорости VA Произвольной точки A Обода колеса И модуль этого вектора Как функцию угла φ Образуемого вертикалью И радиусом, проведенным в точку A Так, сейчас я все поясню на рисунке Это только половина вопросов Которые нас ждут Как я уже сказал, задача довольно большая Зато после нее мы сможем сделать Некоторый интересный вывод Добавить некоторый новый тезис Для анализа движения твердого тела Итак Как обычно, круг У нас очень много встречается кругов здесь Ну что ж Тут, знаете, как всегда Сначала нужно проанализировать Некоторые более простые объекты Вот в геометрии, например, анализируют Сначала там треугольники Из них можно составить уже что-нибудь Вроде параллограмм или четырехугольник А из четырехугольников уже там Многоугольники какие-нибудь И что-то уже более сложное Потом гладкие фигуры, круги и так далее Это все остальное, это части чего-то Сами части, они более простые Поэтому нужно сначала проанализировать их Обычно общий подход именно такой Итак, колесо радиуса R Надо подписать все точки Это будет O Точка на ободе произвольных колеса у нас A Ее нужно найти Так, вот это B Следуя нотации задач А это C Итак, нас просят сперва найти Vx и Vy произвольные точки колеса То есть мы чем-то похожим с вами только что занимались Но теперь нужно сделать это для произвольной точки Которая параметризуется вот углом φ Итак Используем подход, который уже был применен То есть сложение движения всего тела И сложение скорости от вращения И посмотрим, что получается Посмотрим, что получается Одна из скоростей вот такая Это скорость вот та самая V Ну, в задаче сказано, что колесо катится скоростью V Естественно, предполагается, что V это скорость центра колеса Вот, вот эта скорость К ней надо вектор нам прибавить скорость Которая есть в системе отчет, связанной с колесом Вот этой вот самой скорости Она имеет точно такую же длину, как и вот эта вектор V Выше Да Вот так вот себе такое геометрическое обозначение я позволю Их надо вектор насложить Посмотреть, что получится И посмотреть, что получится Как это сделать проще всего? Ну, давайте сразу будем искать вектор Он нам понадобится Я объясню, зачем Попозже, именно в качестве вектора сразу Найдем именно как сложение каждого из отдельных векторов Ну, как бы координаты вектор V легко довольно записать Да, вот будем считать, что у нас вот это ось Х Вот это ось У Координаты вектора V тут все понятно По Ху V, по вертикали 0 То есть теперь V уже используется как модуль Некоторое положительное число, да? V0 Хорошо, что делать вот с этим вектором? Тут уже посложнее Тут уже посложнее Ну, давайте анализируем Тут геометрия, никуда без нее не убежать В таких задачах на кинематику особенно Итак, здесь угол φ Здесь прямой угол Будем считать отдельно каждую координату вот этого векторочка Так, его бы как-нибудь обозначить вообще Давайте V1 Итак, смотрите Если вот это φ Если вот это φ Вот здесь 90 Надо бы как-нибудь вот так продолжить эту линию Чтобы было наглядно Вот, если это φ, тогда это 90 минус φ Тогда вот здесь вот опять φ Вот здесь вот опять φ Я думаю, это понятно, да? То есть вот здесь вот всего 180 градусов Вот здесь вот, да? 180 φ, 90 минус φ Вот здесь вот Рассматриваю вот этот прямоугольный треугольник, да? Вот здесь вот Ну, итого давайте запишу все-таки 90 минус φ Плюс φ Равно 180 Так, что-то не так Походу ошибся Ладно, поставим пока здесь х Выражаем х Вот этот вот самый уголочек Получаем что? 180 минус 90 90 Так, 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 так 90 равно минус φ Подозрительно Так, дайте-ка Я еще раз перерисую то, что здесь происходит Пониже, наверное Так, вот у нас есть вот этот вот вектор В Угу Да Есть радиус, проведенный в точку касания Ага Есть перпендикулярный к нему Что-то еще А конкретно В1 Здесь некоторый угол, который мы не знаем пока Он равен Ху Понятно, почему мы ищем именно этот угол Потому что Вот эта линия параллельна си Икса От нее будет очень удобно отчитывать проекции вектора И теперь еще раз Вот здесь Здесь мы знаем, что φ Ну, а здесь, естественно, 90 Вот, оттого, если это φ То это 90 минус φ Вроде все верно Вот это 90 минус φ Здесь 90 По касательной траектории, да Ага, все верно И здесь еще какой-то угол x И здесь еще какой-то угол x А, я 90, по-моему, забыл приписать Вот в чем проблема Так Напишем заново Итого 90 минус φ Раз Вот этот угол Потом плюс 90 Потом плюс x И все это равно 180 И все это равно 180 Вот, итого 90, 90 здесь 180 Сокращаемся со 180 справа И замечаем, что φ действительно равно x Нет, я был прав, все хорошо Все хорошо Здесь действительно φ Вот Теперь остается посчитать только проекции Вот этого маленького векторочка Итак, как мы видим, проекция вдоль оси Ну, давайте с y начнем, да, например С y Это синус φ Это синус φ Потому что против угла лежит, да Только с минусом надо бы взять Только с минусом надо бы взять Да, потому что вниз Итого, минус Синус φ Ну и на v Тут никуда В доле x положительно все То есть проекция вдоль x положительная Но тут надо домножить на косинус Потому что прилежащий Косинус φ на v, да Вот, все хорошо Все хорошо Итак, теперь если мы эти два вектора сложим Получим вектор фактической скорости точки А, да v, а Ну, складываем, что тут Появится только v Вторая координата не изменится v минус v синус φ Ну и v косинус φ Ой v косинус φ Я бы даже, наверное, вынес v-шку, потому что она везде встречается, очевидно Итого внутри остается 1 минус синус φ Это тоже можно, кстати, преобразовать Но мы сейчас не будем этим заниматься, я думаю Нам оно ни к чему Вот, получился вектор ва Получился вектор ва Замечу, да, кстати Такой интересный момент Что вам может показаться Что это вот только для вот этой четверти, например, работает Но вы можете проверить себя Потыкать в разные другие четверти Вот эту вот точку а Там вот здесь ее поставить Вот здесь, вот здесь И убедиться, что вот эта формула справедлива Что там все нормально С проекциями Вот, проделайте это, может быть, один раз Если вы до этого Ничем таким не занимались Вот, и убедить, что действительно все правильно Напомню, что обратная задача На самом деле неразрешима То есть только по одному синусу нельзя найти угол Только по одному косинусу нельзя найти угол Вот, нужна какая-то дополнительная информация Там про знак Вот, или нужно знать, например, одновременно Синус и косинус Тогда можно что-нибудь сказать Конкретное Вот, а вот в обратную сторону работает То есть, зная угол Все с синусами и косинусами все хорошо Оно все абсолютно грамотно определяется На всем круге На все 360 градусов Поэтому здесь все хорошо Можете себе еще раз перепроверить Вот, отлично У нас есть теперь VA Что же у нас Какой следующий вопрос? Так, показать, что VA перпендикулярна прямой AB Это раз И проходит через верхнюю точку C колеса То есть, вот есть прямая некоторая Надо показать, что К этой прямой все перпендикулярно Так, ну здесь опять придется расписывать векторы Потому что это самый простой путь Помните, если вы можете выписать векторы через координаты То самый простой вариант проверить вектора на перпендикулярность Это взять их скалярное произведение Если оно оказалось равным нулю То действительно вектора перпендикулярны Ну ладно, это может иногда не работать Если у вас какие-нибудь страшные координаты Вот, может быть, есть какой-нибудь более легкий способ Посмотреть перпендикулярность Может быть, из каких-нибудь других физических соображений Или из чего-то еще Вот, ну вот такой базовый способ Лоб Это записать вектора через координаты Вот для одного мы уже это проделали То есть VA мы знаем Сейчас мы запишем через координаты Вектор VA И просто их скалярно друг на друга умножим Писанины предстоит много Поэтому сейчас будем продолжать Так, ну что ж, мы готовы считать Да, я тут только что перепутал немножко координаты У одного из векторов И когда проскладывал, у меня получилось немножко не то У меня синус и космис поменялись местами Вот их нужно передвинуть Вот, я там начал запись Почему-то не с x-компонента, а с y-компонента А что вектор VA, вот он вот такой Можете перепроверить за мной следом Должно получиться именно так Хорошо, осталось посчитать вектор VA И тогда мы сможем уяснить VA перпендикулярно этому вектору VA Вот, потому что это можно легко сделать Через скалярные произведения Если есть по координатной записи Это очень удобно считать Итак, проще всего посчитать вектор VA Как сумму векторов BO и OA Не забываем стрелочки, это очень важно Ну, с вектором BO легко С вектором VA не так легко, но тоже легко BO у нас совсем просто, да? 0 по x и r вверх по y, да? 0 r Ой, Вашку забыл здесь Так Дальше, вектор OA Вектор OA Смотрим здесь на угол φ Смотрим на x-компоненту Видим, что это синус Синус, причем положительный Опять r На синус φ А здесь косинус То есть вверх Косинус Потому что относительно φ Это прилежащий угол Косинус φ Складываем эти два вектора Получаем r Можно вынести спокойно Синус φ Единица плюс косинус φ Вот Теперь будем считать Скалярное произведение Этого самого вектора VA И вектора VA Сразу скажу, что можно отбросить r и v Которые стоят перед скобками Как бы множителем к вектору Потому что, как вы помните В силу линейности Скалярного произведения Такие штуки можно выкинуть Они не влияют на ответ Если ответ должен получиться нулевым Если он получится ненулевым Значит мы где-то ошиблись Если ноль, то V и r на это никак не повлияет Нам главное разобраться С тригометрическими функциями Но внимательные Те, кто Имеют Вдобавок ко всему Опыт работы с векторами Должны были уже заметить Что тут Координаты переставлены местами Одно из координат Минус есть То есть координаты Меняются местами Если к одной из координат Минус еще добавить Ну если был минус Тогда убрать его Чтобы получился плюс Такие вектора всегда ортогональны Такие вектора всегда ортогональны Но давайте честно все посчитаем И увидим, что действительно Все так Получился честный ноль Берем скалярное произведение v, a и b В каком порядке Неважно Тоже вспомните Почему Это свойство скалярного произведения Так, почему v, a Если бы v, a v, r Убираем Остается Синус умножить на единицу Плюс косинус Синус плюс Синус фи на косинус фи Преобразовывать даже не буду И так должно сократиться Дальше Второе слагаемое Минус синус фи Минус синус фи Плюс Плюс Минус синус фи Косинус фи Ну собственно все Фи забыл Раз 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 Все Все сокращалось Получился ноль Отлично Вектора перпендикулярны Бинго Вот зачем мы все это делаем Почему такие странные свойства доказываем Вроде бы как они удобные конечно Но все это идет К одной общей цели Я ее вам сейчас заспойлерю Смотрите Смотрите Напомню, что сейчас следующим шагом Мы докажем то, что Хотя это уже не так сильно к делу относится Но тоже полезная штука Что вот этот вот вектор Он проходит через вот эту точку Через точку c Вот смотрите Нижняя точка у нее скорость нулевая Мы это уже успели получить У нижней точки скорость нулевая А все остальные точки на ободе колеса Ведут себя таким образом Что если в них провести прямую Соединяющую вот Эту самую рассматриваемую точку И точку b Вот То получится, что эта самая скорость Такого колеса Она перпендикулярна к этой линии Вот как и здесь Все это наводит на мысль Что мы как будто бы вращаемся Вокруг точки b Потому что заметьте Что-то очень похожее происходит Когда мы рассматриваем просто круг Да, вот центральная точка Центр вращения Да Она неподвижна Как точка b И если взять любую точку На ободе колеса То ее скорость будет перпендикулярна К радиусу проведенному Вот в эту самую точку Вот здесь это радиусом Тяжело назвать Потому что не видно круга Вот Но в общем вот если провести линию Соединяющую эту самую точку И центр То эта линия будет перпендикулярна Вектору скорости Вот То есть очень схожие вещи Очень схожие вещи И оказывается, что это действительно так Сейчас я объясню Как это конкретно воспринимать Какие там количественные соотношения Ко всему этому идут Так, следующий вопрос Да, нас просят доказать Что Вот этот вот вектор получившийся Да, v, a Что он лежит на линии Соединяющей точки c и a Соединяющей точки c и a Ну, это исключительно геометрия Планиметрия Если быть точнее Вот, смотрите, что делаем Тут на самом деле уже Некоторые дополнительные рассуждения Были проделаны на эту тему Вот, напомню, что вот это вот уголочек φ Уголочек φ Смотрите Вот это вот все Некоторый ромбик из векторов Вот это вот Вот это вот Длины-то одинаковые У этих векторов Да Если достроить дальше Это все до ромба То получается Что следует доказать Что вот это вот Как раз таки диагональ ромба Диагональ ромба Лежит На линии c Лежит на линии c Как мы помним Диагональю ромба Одновременно является его бисектрисой Поэтому достаточно доказать Что Ну, вот это же самое свойство Для бисектрисы Давайте это проверим Давайте это проверим Так Вот это угол φ Уже сказал Тогда здесь φ пополам И здесь φ пополам То есть вот здесь вот И вот здесь вот Отдельно Посмотрим Под каким углом Все будет находиться Вот в этой части Да Продолжим вот эти линии Ну, вот эта линия Вот она уже есть Пунктирчик Да Посмотрим вот на этот угол И как Са делит этот самый угол Должно получиться пополам Тогда все Тогда все сошлось Итак Рассматриваем вот этот вот Прямоугольный треугольник Здесь φ Здесь 90 минус φ Уже говорилось Тогда посчитаем Сколько вот здесь Сначала Сколько вот здесь Как это сделать Рассматриваем вот этот вот Равнобедренный треугольник Почему равнобедренный? Потому что вот это вот Все радиус окружности Равные бедра треугольника Да Чему тогда будут равны эти углы? А все очень просто 180 минус φ Но это всего вместе А на каждый угол Половинка приходится Да Потому что углы При основании равнобедренного треугольника Равны Итого получаем 90 минус φ на 2 Ого возникает Наша заветная φ на 2 Это очень удачно А теперь А теперь Раз это 90 минус φ пополам Значит это 90 минус φ пополам Тогда вот этот вот Маленький отдельный уголочек Рассматривая вот этот Прямоугольный треугольник Будет ровно φ пополам Ровно φ пополам Замечательно Ровно φ пополам То есть такой же Как и вот этот Получается эти углы вертикальные И действительно ЦА лежит Ну Линия ЦА совпадает с линией Если ее продолжить дальше Диагонали треугольника Ой Диагонали ромба Диагонали ромба То есть вот доказано Доказано Можно кстати тоже Попытаться сделать это через вектора Через геометрию Как вы видите Это немножечко муторно То есть Простейшие такие конструкции Но их нужно Поплясать с ними Поиграться немножечко Вот На таком маленьком рисунке Это еще тоже не очень хорошо видно Вы можете тоже попробовать Попрактиковаться В математике Скажем так Это очень полезная штука Вектора Для физики Можете попрактиковаться В векторном решении Этой самой задачи То есть запишите сначала Вектор ВА Ну мы его уже записали Вот А потом запишите отдельный Вектор ЦА Это не так сложно Я сейчас на этом останавливаться не буду Но вы можете это проделать Подумайте Из чего стоит вектор ЦА Как его можно было бы выразить Вот И потом посмотрите Действительно ли Вектора эти Сонаправлены Как проверить Что вектора сонаправлены Вот Кратенько напомню Это означает Что их координаты Будут пропорциональны Пропорциональны Вот Ну или если вы знаете Что такое векторное произведение Можете обучать векторное произведение Если оно окажется равным нулю Значит вектора параллельны Вот Вот Отлично Идем дальше Что у нас дальше за вопрос Это не все Это все еще задача Вот так вот Да Так Показали Точка B Точка касания колесом с дороги Да Замечательно Показать Что модуль VA Это AB умножить на омега Где омега Это ну Угловая скорость Точек колеса В системе Счет связанный с колесом Вот видите То есть сейчас мы доказали Некоторые качественные соотношения Относительно углов То есть мы доказали Что вот это вот перпендикулярно Да Что вот это вот перпендикулярно Теперь еще остается доказать Что количество соотношений Выглядит таким образом Как будто бы Вот это вот все Большой круг здесь нарисованный Вот такой вот Вот это вот его центр И вся вот эта конструкция Вращается вокруг точки B Вот То есть еще раз напишу Что нам нужно доказать AB умножить на омега AB умножить на омега Вот Вот То есть Когда мы докажем Даже вот это То уже будет совсем очевидно Что действительно Можно во всех смыслах Рассматривать это Как бы как вращение Относительно точки B Но прежде чем я Про это выражусь Довольно подробно Давайте собственно Посчитаем вот это все Ну что ж Начнем расчет Самый простой способ Доказать то Что нас просят А это В лоб посчитать Эту самую Норму вектора Да Его модуль И отдельно посчитать Вот это соотношение Используя здесь Тоже длину вектора AB То есть нужно посчитать длины Я еще раз выпишу То что нам нужно доказать Модуль VA равно AB На омега Ну омега естественно Тоже можно выразить Напомню омега это Угловая скорость Точек колеса В системе отчета колеса Да То есть вот эта вот Угловая скорость То есть ее можно через VR выразить Вот V поделить на R Все осталось это доказать Считаем Ну здесь Если в применении К нашему дозначению Вот так стоит написать Все считаем Вот это И вот это Начнем с модуля VA С модуля VA Помните Это корень из суммы Квадратов координат Да Ну и V Естественно Тоже можно вынести Остается что Единица плюс косну Все в квадрате Плюс синус в квадрате Так С AB Что с AB Очень похоже Здесь только R Что под корнем Под корнем Синус квадрат Плюс Единица плюс косну В квадрате Вот Заметьте Что под корнем Стоит одна и та же штука Одна и та же штука Можно ее обозначить Как-нибудь Что-то типа К Просто какая-нибудь Буква Чтобы долго не писать Тогда это V умножить на К А это R умножить на К R умножить на К Ну и все Остается только выразить То есть нам нужно Выразить VA Через AB Ну и легко видеть Что соотношение Выполняется Легко видеть Что соотношение Выполняется Так VA равно То есть VA выразить Через B VA То есть остается Одно К Нам нужно К Здесь К Это AB Поделить на R То есть отсюда К это AB Поделить на R Ну и все После тривиального преобразования Видим, что это то, что нужно То есть все Вот Вот и получилось Еще раз Еще раз Что мы хотели Всего этого Получить Мы хотели Увидеть Что оказывается Точку B Можно считать Как будто бы Центром вращения Вот Но здесь Некоторая оговорка Должна быть Естественно Колесо не вращается Все время Вокруг точки B Это Мгновенный Центр вращения Как говорят То есть Мгновенные скорости Действительно Выглядят таким образом Как будто бы Неважно Все время Или не Все время Как будто бы В данный момент Времени Бесконечно Маленький Такой вот Вот эта вот Вся конструкция Вот так вот Вращается Вокруг точки B Вот Вокруг точки B Тогда тривиальными Если вот это Принять на веру То тривиальными Становятся Все предыдущие Рассуждения Которые мы с вами Доказывали Долго Расписывая Довольно То есть Перпендикулярность Да Самой скорости К линии Соединяющей Эту самую точку И центр Да Наш Фактическое Значение Вот это вот Величины Да Модуля этой скорости Тоже сразу Становится ясно Да Тоже сразу Понятно Становится Вот То есть Здесь Как и для Есть еще один факт Мы его подробно Уже расписывать Не будем Мы будем считать Что мы уже Выяснили Что можно считать Б мгновенным Центром вращения Там еще Просит задача Найти распределение Скоростей на диаметре Вот На вертикальном диаметре Но вам уже Опять-таки Сразу ясно Если вот это вот Все Большой Большой-большой Вот такой вот круг Да Где центр Его это Б И если мы знаем Что относительно Земли Да Вот эта точка Имеет скорость В Тогда что Тогда все просто Как бы Помните В окружности Точки Имеет Линейная скорость Точек Удаляясь от центра Растет линейно То есть если Край это В Посредине В пополам Ну в центре Ровно 0 Ну то есть визуально Это как-то так Можно Обрисовать Да Хоп Вот так вот То есть все скорости Внутри Они расположены Вот так вот Пропорционально Своему удалению От точки Б Ну логично Да Просто из геометрии Да Из подобия Если вот это Если В на середине Тогда здесь 2в Мы с вами Это получали Когда Ну предыдущую Такую Маленькую Вводную задачу Рассматривали Ну здесь 0 уже понятно Потому что Это центр Вот Это очень удобное Рассуждение Не всегда То есть вот Балансируйте Между этими Двумя вариантами Когда проще Посчитать через Вот сложение скоростей Да Иногда так проще Иногда проще Посчитать через Мгновенный центр вращения Чем плохо Мгновенный центр вращения Иногда его нужно искать То есть на это тоже Нужно тратить Дополнительное время Какое-то Вот проверять Есть он или нет Давайте поговорим Подробнее О мгновенном центре вращения Как вот его найти Потому что я сказал Это минус Его нужно искать Вот если вам Дано тело Да Не сразу вы можете знать Вот для колеса Вы уже знаете Это точка касания Землей Да Вот в этот данный момент Времени Относительно Земли Эта точка не движется Ну вот Предположили Что вращается Относительно этой точки И действительно Как будто бы Так и есть Так и есть Что если это тело Какое-то сложное И оно как-то движется И мы например Знаем какие-то точки его Которые как-то движутся Вот сколько нужно точек Чтобы найти мгновенный Центр вращения Ну скоростей точек Если мы знаем Одну конкретную точку Очевидно Это ничего не дает Вот мы знаем Какую-то скорость В1 Знаем какую-то скорость В1 Ну и может быть Все что угодно Допустим Не знаю Вот центр вращения Здесь например Вот Почему я выбрал Вот именно эту точку Да потому что Здесь перпендикуляр То есть Ну вот Точки могут лежать Где угодно Вот на этой линии То есть Все вот это Все вот это тело Может вращаться Относительно Этой самой точки Ну да Как видите Центр вращения Мгновенный Может находиться Вне тела Вот То есть Главное Чтобы все вместе Вот вращалось Как будто бы Относительно Некоторые новые точки Вот То же самое Допустим Для материальной точки Для нее Центр вращения Находится Как бы Ну вне ее самой Очевидно То есть Если точка Вращается по окружности Вот ее центр вращения А вот Тело представленное Одной точкой Вращается вот так Вот И его скорость Всегда перпендикулярна К радиусу Проведенному в точку В эту самую Материальную точку Вот Так и с телом С большим телом Мгновенный центр Вращения Может находиться Вне самого тела Вот Короче Одной точке Недостаточно Очевидно Как вы видите По построению Можно догадаться Что достаточно Двух точек И действительно Так То есть Множество точек Множество центров Вращения Которые удовлетворяют Существованию Вот одной Такой точки Как бы Множество этих точек Лежит вот На этой прямой Если мы где-то Возьмем еще одну Прямую То их пересечение Уже даст одну Конкретную точку Это и будет Центр вращения Вот Вот для второй точки Это вот это Множество Хоп Вот центр вращения То есть Это действительно Точка Которая удовлетворяет Тому Что вот эти Вот две точки Вот эти Вот две точки Двигаются Таким образом Чтобы их скорости Были перпендикулярны К линии Соединяющей Эти самые точки И центр вращения И центр вращения Вот Но тут тоже надо Быть очень аккуратным Вот здесь вот Я нарисовал вектора Ничего не сказал Про их длину Я напоминаю Что мы имеем дело С твердым телом Иногда говорят Абсолютно твердым телом Вот эти две точки Не должны ни в коем случае Стремиться друг от друга Улететь в разные стороны Не должны стремиться Друг от друга Улететь в разные стороны То есть Их мгновенные скорости Не могут быть направлены Таким образом Чтобы вот эта линия На которой эти точки Лежат стремилась Расшириться Она может быть Она может только Поворачиваться Вот таким образом Например Можно заключить Что Можно заключить Что Не может такого быть Да Например Что Что-нибудь такое Вот нарисую Здесь просто уже Не очень удобно Что скорости направлены Вот таким образом В разные стороны Потому что Тогда Нарушается Вот эта Догматика Наша Про Абсолютно твердое тело Про твердое тело Потому что Тогда Через Маленький момент Времени Вот эти точки Разойдутся На какое-то расстояние Это неправильно То есть Вот как-нибудь Вот так Скорости Могут быть направлены Да Как-нибудь Вот так Могут быть направлены Можно найти Здесь Такую точку Такую точку Относительно которой Все вот это Будет просто вращаться Да Как вы поняли Найти такую точку Довольно просто Геометрически Вот так Вот Вот эта вот Палочка Может вращаться Относительно Вот этой точки И тогда Будут такие скорости Действительно Но вот в разные стороны Например Не могут быть направлены Вот за этим Важно следить Этим пользуйтесь Иногда это формулируют Вот таким образом В математическом смысле Что Условия на скорости Которые у нас здесь есть У краев Ну палочки Естественно Здесь вот Тоже можно Это вспоминать Как палочку Да Кусочек тела Ну вот Так Эти вектора Почти параллельно Мне это не нравится Надо общность Соблюдать некоторую Вот Говорят Например Что проекция Этих векторов На саму палочку Должны давать Ноль Ну логично То есть То же самое Что я сказал По сути здесь Палочка Не может растягиваться Она может Только поворачиваться Она не может Растягиваться Вот То есть Проекции Вот этих вот Векторов Вот это Никуда не едет Может только Поворачиваться Но не может быть Такого Что одна Например Из них Больше другой Это подозрительно Вот Тогда палочка Будет растягиваться Это так нельзя Так нельзя Вот Как искать Недоверный центр Вращения Я рассказал Ну так Кстати Интересный вариант А что если Две точки Лежат таким образом Что они параллельны Скорости Их параллельны Допустим Вот еще одна точка Вот этой допустим Нет Вот И вот это вот В1 и В2 Они строго параллельны Друг другу Что тогда Тогда можно заключить Что тело движется Просто по прямой Как целое Вращения Никакого нет Строго говоря Можно Вот эти вот линии Пустить Вот друг с другом И Ну как бы Виклиды в геометрии Да мы считаем Вот они не пересекаются Да никогда Ну вот можно считать Так вот условно Это конечно Никакое не строгое доказательство Да Что эти линии Пересекаются Где-то на бесконечности Короче очень далеко Очень далеко Вот то есть как будто бы Тело движется по окружности Бесконечно большого радиуса Бесконечно большого радиуса Вы же вот когда идете по земле Да там По ровной гладкой дороге Вы не чувствуете Что вы идете по кругу Да Вы идете по земному шарику Вам кажется Что вы идете прямо Ну потому что земной шар Достаточно большой Чтобы этого не заметили Ну вот примерно здесь То же самое То есть если вот Радиус этой окружности Вот ну очень большой Какой-то То вы как бы Двигаетесь прямо Если в пределе Окружность бесконечно большая Вы двигаетесь строго прямо Вот Это что касается мгновенного центра вращения. Теперь давайте, применяя вот эти вот два метода, будем решать другие задачи. Шар радиуса r маленькая, катится равномерно без скольжения по двум параллельным линейкам, находящимся на расстоянии d друг от друга, проходя расстояние l большое за время tau. Найти скорость движения верхний и нижний точек шара. Вы меня спросите, у нас же шар, мы же договаривались насчет плоского движения. Что же сразу шар? Ну, а вот это пример такой задачи, в которой на самом деле в итоге, когда мы будем какие-то конструкции физические, математические применять, мы будем иметь дело на самом деле с некоторыми срезами, все равно с некоторой плоскостью. Вот, поэтому сперва я предлагаю посмотреть на шар, скажем так, сзади, смотря вот так вот на вот эти вот самые линейки. Сейчас мы все изобразим и отметим. Вот эти две самые линейки, да. Ох, опять рисовать шар, но ничего, я справлюсь. Вот, вот он между ними находится, линейки на расстоянии d друг от друга. d друг от друга, центр шара o. Я сразу проведу вот эти вот линии в точке касания с линейкой. И вот шар вот так вот катится. Я думаю, вы понимаете, что, то есть вот он катится туда, да, на вас в данном случае. Можно рассматривать, вдобавок к этому рисунку, еще и вот эти вот срезы. Вот эти вот срезы. Потому что здесь как раз-таки существует некоторая окружность. Некоторые окружности. Вот. То есть если рассматривать совокупность точек, которые касаются линейки, вот здесь вот они будут лежать вот на вот этом вот срезе. Вот. То есть если нарисовать сбоку, да, вот этот шар, да, то вот эти вот точки, вот эти вот точки, не очень ровно я нарисовал. Вот эти вот самые точки. То есть вот их можно вспоминать как круги, которые катятся, как круг в прошлой задаче, да, колесо, по вот этой вот самой линейке. Хотя вот это вот шар целиком. Напоминаю, нам надо найти скорость вот этой точки и вот этой точки. Ну что, прежде всего... А, ну да, и нам еще сказано, что шар проходит расстояние L за время tau. Ну то есть нам, грубо говоря, дана скорость его центра, да, по-другому. Это можно сразу записать. V0 равно L поделить на tau. L поделить на tau. Вот. А просто найти линейные скорости нижней и верхней точек. Нижней и верхней точек колеса. Итак. Итак. Сперва предлагаю разобраться вот с этим маленьким кружком. С этим маленьким кружком. Почему? Потому что можно будет найти его угловую скорость. А зная угловую скорость, шар же как бы цельное тело, да, твердое тело. Зная угловую скорость, можно будет посчитать скорость нижней и верхней точек колеса. Да. Ой, шара, шара, не колеса. Для этого нужно, для этого всего нужно найти радиус вот этого маленького кружочка. Радиус этого маленького кружочка. Как это сделать? Посмотрим вот сюда. Посмотрим вот сюда. Предлагаю найти сперва... Так, а нам у шара дан еще этот радиус, да? Он известен. Это r маленькая. r маленькая. То есть вот это вот все r, r, да. Предлагаю найти... Что предлагаю найти? Предлагаю найти вот эту вот длину. Вот эту вот длину. Вот. Зачем? А вот зачем? Потом мы впишем вот сюда вот такой прямоугольник. И вот эти вот его боковые стороны будут нашими... И будут нашими диаметры вот этих вот кругов. Диаметры вот этих вот кругов. Как мы это будем искать? Опять-таки с геометрией вспоминаю, что если треугольник вписать... Ой, четырехугольник вписать в круг, да, то его диагонали будут диаметрами. Будут диаметрами этого круга. Итак, ищем сначала вот это вот. Смотрите, r, r равновременный треугольник внизу расстояние d. А, так D дано. Совсем хорошо. Что-то непонятно, как я собрался его искать. Но оно уже нам вообще дано. Совсем хорошо. Вот, остается тогда только найти весь четырехугольник целиком. Давайте я зарисую то, что нам дано. Итак, вот это 2R. Я уже сказал, да, диаметры. 2R. Вот это вот D. Но остается найти вот эту сторону. Я уже сказал. Вот она. Вот она. На счет 3. Угадываем теорему, которая нужна для этого. Да, это терем Пифагора. Молодцы. Считаем, чему получается равно. Так, надо бы какую-нибудь букву придумать для всего, для этого. Жаль, что R маленькая занята нотацией задачи. Логично было бы обозначить вот это R большое, а вот это уже R маленькая. Ну ладно, пускай будет что-нибудь типа... Пускай будет R большое. Ладно. Чего вы что? Вот так вот. Вот тут уже 2R большое. Итак, R большое. 2R большое. 2R большое, все это в квадрате. Плюс D в квадрате. Равно чему? Равно 2R маленькая в квадрате. То есть, 4R маленькая в квадрате. Находим R большое. Находим R большое. Ну, для этого я перенесу D направо и сразу поделю на 4, потому что вот эта вот пресловутая четверка здесь мне мешается. А от R здесь останется только R квадрат. Минус D квадрат на 4. Ну, а D квадрат на 4 это D пополам в квадрате. Да, вообще-то. Вот и все. Вот и все. Корень бы извлечь, конечно. Не совсем будет хорошо. Ой-ой-ой, квадратик нам не нужен. Квадратик вот здесь. Вот. Все, мы нашли R. Мы нашли радиус, который вот здесь вот катится. Итак, еще раз. Мы знаем центр, скорость центра. Скорость центра. Вот, очевидно, центр у большого шара и у маленького шара совпадают. Я думаю, это понятно. Я думаю, это понятно. Вот, это можно убедиться в этом из геометрии, если вам хочется себя проверить. Это хорошее желание, я напомню. Вот. По вот этому вот свойству, о котором я говорил, да, что вот этот круг, вот он как бы, ну, в профиль, да, грубо говоря. Вот это в фас, это в профиль. Вот. Вот центр шара, а вот центр вот этого маленького круга. Вот маленький круг, он вот. Эти центры совпадают, да, потому что прямоугодная, угольник, вписанный в окружность, вот, его диагонали являются диаметром и пересекаются, естественно, в центре окружности. Вот. Итак, мы знаем, что этот центр движется со скоростью, известно, с какой скоростью, со скоростью V0, L большое поделить на τ. Это означает, что линейная скорость вот этих вот точек, линейная скорость этих точек, ну, обозначим их как-нибудь типа V1, вот нижняя точка, например. Ну, помните, в момент касания она равна ровно нулю, да, скорость этой точки. Ну вот, а посчитаем, например, чему равна... Чему равна... Хотя вот эти вот точки нам не нужны, нам нужна только угловая скорость, нам нужно как-нибудь вычислить угловую скорость. Нам для этого достаточно только радиуса и скорости центра. Скорость центра мы уже знаем, еще раз говорю, V0, а радиус мы только что посчитали. Итого, угловая скорость... Это нам не нужно. Угловая скорость получается равна. Помните, V поделить на R, да? V поделить на R. Ну, V центра, да? V центра. Равно. Равно. L большое поделить на tau умножить на 1 на R, но 1 на R это вот это вот чудо с корнем. Вот такое вот выражение. Это омега. Это омега. Ну, все, зная омегу, на самом деле, можно найти все остальное. Зная омегу, можно найти все остальное. Каким образом? Напомню, напомню. Это известный факт, что если есть круг, и он крутится, да, то здесь 0, здесь какая-то скорость неизвестная какая, V. Все точки, которые расположены здесь, они линейно распределены. Их скорости распределены линейно. Вот. То есть по-другому, используя подобие, можно показать, что какая-то точка V1 и какая-то точка V2, их скорость относится таким же образом, каким образом относятся, ну, их радиусы, да. Вот. То есть составляем пропорцию, все находим. Давайте я ее для вас запишу, расписывать там, решать все подробно уже не буду. Итак, ищем V1. То есть теперь мы воспринимаем вот это вот все как один большой круг. Мы только что с вами вычислили угловую скорость. А, стоп. Это я вам, по сути, второй способ рассказал. Да, можно было бы не читать даже угловую скорость, можно было бы сначала найти V1 каким-то другим сторонним способом и соотношение скоростей найти нижнюю скорость. А раз мы знаем омегу, просто умножаем на большой радиус, и все, это получается скорость V1, ну, в системе отчета большого шара. В системе отчета большого шара, да, связанной с центром. Связанной с центром. Итого, вот это вот, не знаю, назовем ее V нижняя, да, вот скорость вот этой вот точки. V нижняя. Это омега, которую мы только что вычислили, умножить на вот этот вот радиус. Вот и все. То есть, да, можно было бы искать, как я уже сказал, V1 отдельно, но так же вышло, что мы сразу посчитали омегу, да, и нам не нужны уже никакие соотношения. Мы уже сразу знаем некоторые общие параметры, которые описывают вращение. Вот. Но можно было как-то независимо найти V1 и посчитать потом V нижняя. Но V нижняя теперь это омега умножить на R. Это омега умножить на R, как вы помните, да. Ну, не буду уже переписывать. Омега, вот оно. Да. R у нас есть. Только вот тут я перепутал. R маленькая. У нас R маленькая, это R шара, да, а R большое, это уже вот это вот. Да. Вот. Для V верхнего, для V верхнего. То же самое, но это все в системе отчета, связанной с шаром. Вот. То есть, это все в системе отчета, связанной с центром. Связанной с центром. Нужно добавить к этому, естественно, всему сам скорость самого центра. Она у нас опять-таки есть. То есть, вот здесь вот. Стоит еще прибавить, кроме омега R, скорости, вызванные вращением, еще скорость самого центра. Она у нас L на Тау. И здесь то же самое. Но только здесь. Да, 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 да. Нижняя, нижняя точка. Эти скорости будут вычитаться, да, потому что в 7 отчет, связанной с центром, эта скорость направлена вот сюда. А здесь они как раз-таки складываются. Вот. Так, что-то я перепутал, конечно, с обозначениями. Надо бы все это аккуратно записать. Надо бы все это аккуратно записать. Вот. Сверху они складываются. Но это у нас было в задаче, помните, в самой первой еще. L на Тау. Еще раз объясняю общую схему решения задачи. Сначала нашли вот этот вот радиус. Зачем? Затем, чтобы найти омегу. То есть весь шар вращается. Он твердое тело, поэтому омега у него одна. Одна единственная. Ее можно найти, узнав вот этот вот радиус. Узнав вот этот вот радиус. Как V поделить на R. Вот. Находим это. Находим это. После того, как нашли омегу, можно определить, зная вот эту омегу, скорости вот этих вот точек в системе отсчета, связанной с центром. Связанной с центром. Мы ее определили. Это омега R. Ну, омега на R маленькая. Вот она везде здесь присутствует. Вот. Чтобы уже найти скорость относительно Земли, нужно вспомнить, что точки не просто вращаются на шаре, что они еще и весь шар двигается вправо со скоростью V0. L большое поделить на tau. Здесь эти скорости будут складываться. Здесь скорость движения центра все еще направлена вправо, а вот эта скорость вращения влево. Поэтому они вычитаются. Снизу вычитаются, сверху складываются. Вот. С этой задачей, собственно, все. Дальше, я думаю, сами допишите. А мы переходим дальше. В следующей задаче проще нарисовать рисунок. Чем зачитывать условия. Поэтому этим я и займусь. Как обычно, есть поверхность. Как вы думаете, какая фигура будет следующей? Правильно? Круг. Но теперь это имеет смысл катушки. У нас есть катушка, причем есть два случая. Есть два случая. Я их все умещу на одном рисунке. Ну, не совсем он у меня касается стола. Ну, ладно. Вот. Как мы знаем, у катушки есть средняя часть, да, и внешняя часть некоторая. Известны их радиусы. Да, то есть я тут рядом подпишу. R маленькая, R большое, но R большое это вот. Вся катушка целиком до радиуса. R маленькая, а радиус маленькой части. Здесь намотана нитка. И, значит, нитку тянут вот здесь, горизонтально, со скоростью V, а здесь ее тянут вот так. Тоже со скоростью V, тоже горизонтально. Только вот нитка находится в разных положениях. То есть намотана по-разному, скажем так. Здесь то же самое. Катушка одна и та же, все одно и то же, кроме положения нити. Кроме положения нити. Спрашивается, в какую сторону и с какой скоростью поедет катушка, если вот так вот тянуть. Естественно, мы считаем, что движение без проскальзывания, и вот это вот все, да. Вот. Задача может показаться нетривиальной, если только не пытаться решить ее через мгновенный центр вращения. Вот, я, видите, отметил вот эти две точки. Это мгновенные центры вращения. Мгновенные центры вращения. Куда бы катушка ни покатилась, ну, это два варианта, да. Она катится либо вправо, либо катится влево, да, по нашему рисунку. Если она катится вправо, да, ну, вот начнем, например, вот с этого варианта. Это будет один, это будет два. Начнем с варианта два. Непонятно почему, потому что, может, он ближе к тому месту, где нужно писать, я не знаю. Если предположить, что катушка покатится вправо, то тогда все точки вот на вот этом вот диаметре, да, все их скорости будут направлены вправо. Если предположить, что катушка едет влево, то все скорости на этом диаметре вертикальном будут направлены влево. Теперь, внимание, нужно осознать, что скорость, с которой тянут нитку, это скорость вот этой вот точки катушки, да, линейная скорость, линейная скорость вот этой вот точки относительно земли. Земли, не катушки, земли. То есть, то, как эта точка движется вот относительно земли. Ну, потому что это нитка, она нерастяжимая, да. Вот эта точка движется с такой же скоростью, как и эта точка, ну, если нить натянута, да. Вот. Движение этой точки, то есть скорость этой точки определяется двумя скоростями. Во-первых, тем, что, ну, катушка проворачивается, да, нитка сматывается. То, насколько катушка провернулась, настолько нитка смоталась. И тем, что вся катушка целиком движется куда-то, ну, вправо, допустим, да. Или, может быть, влево. Итак, да, поняли. То есть, вот эта вот скорость V сразу я вот нарисовал. Это скорость вот этой вот точки. Я только что сказал, что скорости, лежащие вот на этом вертикальном диаметре, должны быть направлены в ту сторону, в которую будет катиться катушка, да. Ну, и как мы видим, раз вот скорость этой одной точки вправо, значит, и вся катушка покатится вправо. Вот. Причем здесь все будет то же самое. Так, то есть, опять можно нарисовать этот вертикальный диаметр, да. Опять предположить, что, ну, катушка покатится либо вправо, либо влево. И увидев, что скорость вот этой теперь уже нижней точки направлена вправо, заключить, что, значит, все скорости здесь направлены вправо, да. Вот все вот эти. Причем распределены линейно относительно мгновенного центра вращения, то есть вот этой вот нижней точки. А вот эта вот самая линейность нам и позволит получить ответ. Получить ответ. Напоминаю, здесь ноль, а дальше распределены линейно. Можно просто геометрически вычислить. Бум. И все. Вот геометрические задачи решены. Ну, в вопросе спрашивают не про все точки, а про ось катушки. Про ось катушки. Ну все, остается только пропорцию записать. Остается только пропорцию записать вот для вот этих вот двух на треугольников. И все. Давайте это проделаем. Я просто запишу пропорцию, да. Нам известно v и радиус, который вот здесь вот получается. Какой здесь радиус? Подумайте. Здесь радиус что? r плюс 2r маленькая. Во втором случае радиус какой? Во втором случае радиус какой? То есть вот здесь вот. Здесь радиус r большой минус r маленькая, по-моему, да? Ой, стойте, здесь наврал насчет радиуса. Здесь r большое плюс r. r большое плюс r маленькая. Во втором случае r большое минус r маленькая. Нет, просто r большое, я так туплю-то. Просто r большое. Вот, точно так же, как относится радиус, точно так же относится скорости. Здесь скорость, которая была в первом случае, она v. Здесь вот какая-то неизвестная скорость, да. Вот v2, потому что решаем задачу 2. Ну все, отсюда выражаем v2, и видим, что вот это вот берется произведение и делится вот на это. Итого v2. r поделить на r плюс r умножить на v. Вот и все. Напоминаю, когда в задаче вообще просто говорят найти скорость, то строго говоря просят найти вектор скорости. То есть вам нужно найти не только величину, но и направление. Здесь вот явно спросили в условии, я его не зачитал, но там было написано, поверьте, что куда и с какой скоростью покатится катушка. Куда и с какой скоростью. Можно было это заменить одной фразой, найдите вектор скорости катушки. Вектор скорости оси катушки. Вот, сейчас еще раз перепроверю составление пропорции, правильно, нигде ли я не ошибся. Так, здесь радиус, да, r большое плюс r маленькое, вроде все верно. Здесь r большое, просто r большое. Да, все верно. Все верно. Ну вот, да, все, пропорцию составили, выразили, все, с этим покончено. Смотрим здесь. Вот, можно догадаться сразу, что если здесь такой же финт ушами выполнить, да, то здесь скорость больше. То есть вот можно уже некоторую качественную оценку провести. Вот, здесь скорость будет больше. Вот, потому что здесь вот эта вот самая скорость v находится ниже. И вот этот вот угол раствора, да, вот этот вот, он получается больше. Он получается больше, чем здесь. Вот, то есть чем выше располагается нитка, тем меньше будет скорость. Тем меньше будет скорость. Вот. Чем ниже, тем больше. Считаем, считаем пропорцию. Что здесь получается? v находится снизу. Это r большое минус r маленькое, да. Да, r большое минус r маленькое. Вот это вот. Во втором случае радиус какой? Просто r большое, да. То есть центр r большое. Скорость опять v поделить на v1 теперь. Неоткуда выражаю v1? Находим r умножить на v, да, поделить на r минус r. v опять оставлю здесь. Вот. Вот. То есть вот, смотрите, довольно логично. v1 получилось меньше, чем v2. Как мы и предполагали, да. v1 получилось меньше, чем v2. Ну, точнее, больше, больше, потому что внизу знаменатель меньше. И v1 получается из-за этого больше, чем во втором случае. Вот. Если я нигде не ошибся в радиусах, проверьте меня еще раз. Как говорится, не верьте на слово, пересчитайте сами. Вот. Идея вот такая. Расчеты проверяйте. С этим все. Идем дальше. Ну, наконец, задача с палочками. Наша любимая. Тонкая палочка АВ длиной L большой движется в плоскости чертежа. Так что в данный момент скорость ее конца А равна v. И направлена под углом альфа к палочке. А скорость точки B, то есть другого конца, под углом β. Найдите точку на палочке, скорость которой направлена вдоль самой палочки и определяется... А, и определить увеличенную этой самой скорости. Ну, тут опять нужно сперва все формализовать. Формализация начинается с рисунка, как вы помните. Палочка. Вот этот вектор v. Ну, вот мы знаем только его величину и знаем, что это вот альфа. И как же там так хорошо нарисовано? А, вот так вот. И вот что-то такое известно. Здесь β. Вот, то есть величина этой скорости второй не дана, но известно, что она направлена под углом β. Вот давайте еще и подумаем, можно ли сразу про эту скорость что-то сказать. Можно ли сразу про эту скорость что-то сказать. Да, вопрос. А, длина самой палочки L большая. Ну, это я где-нибудь просто рядом напишу, чтобы не загромождать рисунок. Вот, спрашивают найти точку, да, у которой скорость направлена вдоль самой палочки. Во-первых, что значит найти точку? Наверное, вот. Тут разные могут быть варианты. Можно как-то параметризовать, можно перейти к векторному описанию, то есть найти вектор, да. Но самый простой вариант, то есть вот если где-то эта точка находится, ну, условно говоря, вот здесь, найти длину вот… Ой, подписать-то забыл. Точки. Допустим, вот длину отрезка вот этого А, А, там, АО, АО. Вот я бы его С обозначил. Но вот я пока не тыкаю эту точку самую, не рисую ее, потому что мы сейчас поговорим о том, как ее найти. Смотрите. Вот этих скоростей, чтобы палочка как бы не растягивалась. Она растягиваться не может, она вот твердое тело, да, твердое тело. Про вот эти вот составляющие пока что сказать ничего нельзя. Но вот давайте все спаяем, что у нас есть и посмотрим, что получится. Итак, сперва раз, два, хоп, мы нашли мгновенный центр вращения. Ну, как нашли, геометрически нашли, да, сейчас вот описать его будет, может быть, не такой простой задачей. Сейчас мы посмотрим. Точка О. Внимание, как вот при всем при том, что у нас есть, понять, за что бы зацепиться, вот. Как бы переформулировать вопрос задачи, то есть вот найти точку, у которой скорость направлена вдоль палочки нужно. Что это за скорость будет? Помните, да, что скорости должны быть перпендикулярны к линии, которая соединяет эту самую точку и центр. То есть вот какая-то вот такая конструкция должна получаться, которая начинается вот здесь. Что это означает? То есть как-то ее вот надо прилепить сюда. Если вот это вдоль палочки направлено, значит, что это высота. Да, высота вот этого самого треугольника. То есть вот эта самая точка, это высота. Потому что вот, смотрите, ее скорость тогда должна быть перпендикулярна к О, ну вот, С. Да, и тогда она будет направлена, скорость сама будет направлена вдоль палочки. Так, это будет В, давайте 1 я напишу, вот это В, или лучше так, ВА, ВБ, а это будет ВС. Вот, надо найти величину всех этих скоростей. Ну, величина ВА известна, ВБ пока непонятно понадобится или нет. Вот, то есть мы полдела сделали. Осталось посчитать положение этой точки, да, и осталось посчитать ее величину. Осталось посчитать ее величину. Так, что будем делать? Напомню, что нам даны углы. Это очень важно и очень хорошо. Очень важно и очень хорошо. Я бы так вот пока предварительно что-нибудь вот такое нарисовал. Да. Что-нибудь вот такое нарисовал. и вычислил бы углы вот в этом треугольнике, в треугольнике АБО. В треугольнике АБО. Итак, бета 90, ну, здесь 90 минус бета должно быть. Здесь должно быть 90 минус бета. Можете перепроверить за мной. Ну, то есть, что в сумме вот это вот все давало 180, да. Здесь уже не совсем так. Альфа всего 90. То есть здесь на самом деле 90 минус альфа. 90 минус альфа. То есть получился очень похожий результат. 90 минус бета. Да, 180. 90 минус альфа и плюс альфа и того 90. Да, все правильно. Ну, в этом треугольнике остается найти все остальное. То есть вот этот вот угол, это довольно просто. К чему он будет равен? 180 минус вот это вот все. Минус вот это вот все. Ну, и сразу видно, что это альфа плюс бета. Да, это альфа плюс бета. Вот, все углы найдены. Все углы найдены. Причем вот это тоже прямое, да. Это вот сейчас нам может пригодиться. Сейчас может пригодиться. Вот эти углы в отдельности сами по себе тоже можно найти. И было бы очень полезно. Так, у меня заканчиваются 3, да, рисовать. Вот так обозначим. Заканчивается обозначение. Итак, 90 минус альфа. 90, значит здесь опять альфа. Ой, да, зря я нарисовал две черточки, потому что здесь одна. Это опять угол альфа. Это опять угол альфа. Ну, и здесь аналогично, это опять угол бета. Это опять угол бета. Да, и того вот они как раз вместе и дают альфа плюс бета. Альфа плюс бета, как и должно быть. Вот. Что осталось делать? Осталось найти величину. Величину вот этой вот высоты. Зачем нам это? Зачем нам это? Зная величину высоты, мы сможем соотнести ее, допустим, вот с этой вот длиной, да, с какой-нибудь. Ее тоже надо будет, кстати, выяснить. Вот с какой-нибудь из этих длин. И тогда можно будет по соотношениям, то есть радиусов, да, если считать, что где-то здесь вот есть круг, да, относительно которого все вращается. То есть вот это вот его центр. Напоминаю, соотношение радиусов дает соотношение скоростей. Вот. И можно будет найти, найти величину. Вот. Вот. Но сперва, я думаю, лучше посчитать положение вот этой точки. То есть, например, вот это вот что-нибудь такое. Какое-нибудь из этих вот катетов. Какое проще считать? Ну, наверное, придется системку составлять так или иначе. Так или иначе. То есть, что-нибудь типа АС поделить на СО. АС поделить на СО. Ну, или сразу H. Да, АС поделить на H. Равно чему? Равно тангенсу альфа. С другой стороны, СБ поделить на H. Равно тангенс бета. Да. Далее. АС плюс СБ равно L. Это нам известно. То есть, вот эти вот величины. Вот. Ну, и того, смотрите, получилось три уравнения. АС на H, СБ на H. То есть, тут какие неизвестные. АС, СБ и H. Все, больше нет. Ну, и три уравнения на их определение. Причем, в общем-то, довольно простых. Вот эту вот системку надо решить, и можно будет все найти. Одна из этих вот величий на С или СБ определяет нам положение этой самой точки. H дает нам, ну, собственно, высоту. Зачем она нам? Давайте я прям подробно распишу. Вот считаю, что вы вот это вот решили, нашли H. Я сейчас не буду на это время тратить. Это математика уже. Что делать вот с этой H, когда мы ее найдем? Напоминаю, соотношение вот этих вот положений, это соотношение скоростей. Итого, H поделить на... На что можно поделить? А, ну вот АО неизвестно. АО неизвестно. Но соотношение H и АО... H поделить, допустим, на АО... Это что такое? Это у нас косинус альфа. Видите, да? Вот здесь же альфа-угол. Тогда высота поделить на вот это вот... Это косинус альфа. С другой стороны, напоминаю, соотношение вот этих вот величин, это соотношение скоростей. Вот этих вот точек. Итого, ВС поделить на ВА. Ну вот это вот наше самое В. Да, вот в условии АНОВ вообще-то я вот просто так, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть модуль ВА это В, да? Все. Отсюда находим ВС. Отсюда находим ВС. Вот. То есть это по величине. Это по величине. Собственно, все. Собственно, все. Отсюда находим все, что необходимо. Положение точки. Отсюда находим даже, в общем-то, как видите, само H оказалось не нужно. Вот. Исходя из косинуса угла, находим ВС. Вот. Можно было, кстати, сделать это из другой стороны. Из другой стороны. Вот. Используя другую тригонетическую функцию какую-нибудь. Естественно, они связаны. Естественно, они связаны. Вот над этой задачей можно много довольно, на самом деле, рассуждать. То есть не просто находить то, что просят задачи, а много чего можно придумать. Можно попытаться конкретизировать вид вот этой вот скорости. То есть напомню нам про нее. Ну, известен только угол, казалось бы, да. И вот я уже упомянул, что есть некоторые ограничения на проекции векторов этих скоростей вдоль самой палочки. Вдоль вот этой вот оси. Вот. Но мало того, помните, есть ограничения на их величины. То есть это еще один фактор, который позволит определить абсолютную скорость точки В. То есть вот такие вот задачи. Вот. И в разных комбинациях вот это все время встречается. Там известна одна скорость там и углы найти там другую. Или вот найти мгновенный центр вращения. Или вот видите, найти там точку, которая, вот у которой скорость направлена вдоль. Все это решается одними и теми же конструкциями. И да, напоминаю, если вам показалось, что вы что-то поняли, это не так, пока вы не порешаете задачи. Вот. Не верьте самому себе. Решайте, 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 решайте задачи. Еще больше задач. Вот. Если у вас еще не так сильно рука набита, неважно даже какой задачник вы используете. Вот. Открывайте школьный учебник и решайте оттуда задачи. Вот. Во всех задачниках почти есть самые разные уровни. Вот. Вот. Постигайте их. Так что вот. Больше практики и у вас все будет получаться. Вот. Это ключ к успеху. Всем спасибо. Вот. До новых встреч. Удачи с физикой. Субтитры сделал DimaTorzok